Симон Родовицкий, украинский еврей, эмигрировавший в Аргентину, который был радикальным рабочим анархистом, был единственным заключенным, которому удалось сбежать из самой грозной в мире тюрьмы, которая находится в Аргентине на архипелаге Огненная земля в городе Ушуая. Во времена гражданской войны Испании его боготворили, а закончил он свою жизнь в Мексике, где он шил детские игрушки. А сзади меня находится памятник в Буэнос-Айресе шефу полиции Буэнос-Айреса, которого убил Симон Родовицкий. Время от времени на этом памятнике появляется надпись «Симон жив». Сегодня я обошла вокруг памятника этой надписи, в данный момент нет, но она здесь иногда появляется. Всем привет! С вами Елена Вивас, и это мой блог о жизни и миграции в Аргентину и не только. И сегодня я решила начать новую рубрику «Криминальная Аргентина». Кстати, полтора года назад на моем канале вышло видео о знаменитом певце-танго Карлосе Гарделе. И оно, в основном это видео, кстати, не о том, каким был прекрасным певцом и исполнителем Карлос Гардель, а в этом видео я все-таки рассказываю о криминальной стороне жизни этого креольского дрозда, который стал символом танго. Так что это будет мое не первое видео о криминальных историях Аргентины. И если вам эта рубрика понравится, я буду ее продолжать. Пишите вон там вот внизу в комментариях, какие истории вы хотели бы узнать на моем канале. Весенним утром 14 ноября 1909 года на кладбище Риколета в городе Буэнос-Айрес, вот это кладбище находится сейчас у меня за спиной, за ним садится солнышко, хоронили директора самой большой тюрьмы города Буэнос-Айреса Антонио Бальве. На этой помпезной похоронной церемонии также присутствовал ближайший друг покойного, шеф городской полиции города Буэнос-Айреса Рамон Фалькон. Пролетариат города Буэнос-Айреса прозвал Рамона Фалькона бешеным псом за те меры, которые он применял для подавления различных манифестаций. Так, например, когда жители трущоб не хотели платить аренду за эти самые трущобы и подняли манифестацию, дело происходило зимой, а в Буэнос-Айресе зимой достаточно холодно, то Рамон Фалькон приказал вымывать, не выгонять, а именно вымывать струями холодной воды, еще раз повторюсь, зимой рабочих из их жилищ. Уличные же манифестации разгоняли при помощи конницы с саблями наперевес, и тогда всадники могли просто наотмашь рубить людей, за что, кстати, русские эмигранты прозвали этих полицейских казаками. И вот этим весенним утром 14 ноября, во время похорон, когда экипаж Рамона Фалькона отъезжал от кладбища, к нему приблизился худощавый молодой человек, одетый во все черное, и кинул сверток непосредственно ему в карету. Взрывом пассажиров выкинуло на мостовую. Это были Рамон Фалькон и его секретарь. Оба они скончались еще до того, как их довезли до ближайшего госпиталя. Нападавший на Рамона Фалькона пытался бежать, но погоня длилась недолго, его очень быстро догнали. Он пытался застрелиться, но пистолет дал осечку. И когда к нему приблизилась полиция, он два раза прокричал «Да здравствует анархия! Да здравствует анархия!» и пообещал, что абсолютно на каждого полицейского найдется по две бомбы. Задержанный отказывался называть свое имя, хотя при этом он признавал свою вину. Установить личность удалось только благодаря архивам миграционной службы Буэнос-Айреса. Задержанным оказался Симон Родовицкий, который прибыл в Аргентину в марте 1908 года из Екатеринославской губернии Российской империи. Итак, кто же такой был Симон Родовицкий? Симон Родовицкий родился в поселке Степановка. Нынче это Днепровская область Украины. Когда он точно родился, в каком году он родился, точно назвать нельзя, предположительно, в 1891 году. Почему неизвестно точный год его рождения, вы узнаете дальше. Смотрите это видео до конца. Симон происходил из очень бедной рабочей еврейской семьи. Мальчик получил начальное образование. Вскоре семья его переехала в город Екатеринослав, нынче город Днепр или Днепро. Родители его переехали из Степановки в больший город именно для того, чтобы дать лучшее образование парню, чем они могли бы ему дать в станице. Но в 10 лет парень уже забросил школу и устроился учеником к кузнецу. Здесь его жизнь начинает меняться. Именно от дочери своего наставника он и узнал об революционных и об анархических движениях, которые в тот момент уже царили на территории Российской империи. Вся эта теория легла на неокрепшую психику парня, и он очень быстро заразился идеей анархии. В 14 лет Симон уже устраивается работать на металлургический комбинат, там, где уже есть профсоюзы, там уже, где бурлит политическая жизнь пролетариата, и он очень быстро вливается в эти все политические движения, происходящие на территории его городка. В том числе он ходит на демонстрации в защиту прав пролетариата, и на одной из этих манифестаций он был очень сильно ранен шашкой казака, которые разгоняли эти демонстрации. Именно только поэтому ему изначально удалось избежать тюрьмы, но он 6 месяцев провалялся на больничной койке в очень тяжелом состоянии, но после выписки из больницы все равно на 4 месяца он отправляется в тюрьму. То есть его жизнь как сидельца начинается уже с 14-летнего возраста, можно сказать, рецидивист. Во время событий революции 1905 года на территории Российской империи он уже был вторым секретарем профсоюза рабочих на своем заводе, то есть очень хорошо к тому времени вырос в своей политической карьере. Он принимал активное участие во всех политических событиях, которые происходили на территории его городка, и поэтому время от времени он отправлялся в Кутузку. Его близкие понимали, что каторга в Сибирь для Симона рано или поздно будет неизбежна, и поэтому всем миром сбрасывается ему на билет в один конец в Аргентину, в далекую Аргентину, Симон соглашается на это приключение, потому что он надеялся, что там он найдет справедливость, справедливость в том числе и для рабочего класса. Как же он ошибался? В тот период, кстати, Аргентина переживала большую волну еврейской миграции, которая началась в 1890 году, поэтому он очень так органично влился в этот миграционный поток. Кстати, и об еврейской миграции, и всех остальных видах эмиграции в Аргентину с территории Российской империи, в последующем с территории Советского Союза и нынешней России, у меня есть отдельный ролик, который вы можете посмотреть на моем канале. И я так предполагаю, что в скорости я сниму, наверное, полноценный ролик только об еврейской миграции в Аргентину. Это очень интересная история. Ну, а в моем списке экскурсий по Буэнос-Айресу у меня добавилась новая экскурсия «Еврейские истории Буэнос-Айреса». Кому эта тема интересна, пишите мне во все мессенджеры, ссылки на которые я оставляю вон там, вот внизу под моим видео. Пишите, звоните и договаривайтесь об индивидуальных экскурсиях для вас и вашей семьи. По прибытии в Буэнос-Айрес Симон сразу поселяется в его пригородке, городок Кампана, где очень развита индустрия. Кстати, сегодня это очень такой богатый, красивый городок. Мне нравится иногда на выходные туда выехать, прогуляться. Там очень хорошие бары, вкусные рестораны. Казалось бы, такая глубинка, но это место умеет удивлять по сегодняшний день. В городке Кампана Симон устраивается по своей специальности. Он работает кузнецом, но понимает, что в этом небольшом городке ему не хватает простора для того, чтобы развернуться. И через своих друзей, знакомых, таких же анархистов, как и он, евреев с территории Российской империи, он быстренько перебирается в город Буэнос-Айрес. Вот здесь ему есть место разгуляться с его анархическими идеями, поскольку он очень быстро понимает, что в Аргентине справедливости тоже нет. Но какая может быть справедливость в стране, которой управляют несколько десятков семей местных олигархов? А условия работы и жизни вновь прибывших эмигрантов, которые, в принципе, составляли рабочий класс, были на тот момент просто ужасающими. Симон Родовицкий очень быстро вступает в контакт с группой анархосиндикалистских интеллектуалов, которые прибыли с территории Российской империи. Изучает, естественно, испанский язык, читает анархическую газету «Ла протеста», я думаю, на русский не надо переводить, и очень быстро вливается в бурную политическую жизнь города Буэнос-Айреса. Площадь Конгресса – это один из символов правящей буржуазии Аргентины. И сто лет назад, и сегодня именно здесь происходит большая часть манифестаций в городе Буэнос-Айресе. 1 мая 1909 года Симон Родовицкий участвует в одной из манифестаций, которые были организованы на этой площади профсоюзами. С 1890 года ежегодно на этой площади анархисты собирались для того, чтобы почтить память чикагских мучеников. В тот день на площади собралось более 10 тысяч манифестантов. Манифестующие пытались уговорить продавцов ближайших магазинов, водителей трамваев и автобусов присоединиться к их манифестации. Вскоре в рядах полицейского оцепления появляется сам Рамон Фалькон, и участвующие в этой манифестации анархисты начинают выкрикивать оскорбления в его адрес. В 14.00 колонна двинулась, но не прошла и 50 метров, как грянул выстрел в сторону полиции. Эту провокацию организовала полиция, чтобы переложить всю ответственность за кровопролитие на манифестующих. Казаки в ответ открыли огонь по манифестующим. Они стреляли в безоружных женщин, детей, стариков. Манифестанты начали разбегаться по узким улочкам центра Буэнос-Айреса. Точное число жертв никогда не было в последующем установлено. Предположительно, 1 мая 1909 года в центре города Буэнос-Айреса погибло не менее 15 человек. Больше 100 получили ранения. Разогнав анархистов, полиция пустила на площадь Конгресса пожарных, которые очень быстро посмывали с мостовой кровь. По итогам этих событий Рамон Фалькон, глава полиции Буэнос-Айреса, приказал прикрыть все профсоюзные и анархические партии города Буэнос-Айреса. И в течение следующей недели арестовали более 16 лидеров различных политических партий. Силы безопасности Аргентины подтвердили существование российско-еврейского заговора, ответственного за разжигание конфликта в стране. Рабочее движение ответило объявлением общенациональной забастовки, к которой присоединилась Социалистическая рабочая партия Аргентины с требованиями отставки шефа полиции Рамона Фалькона. Колонна протестующих, сопровождавшая погибших 4 мая, насчитывала уже более 80 тысяч человек. Однако давление со стороны полиции и разногласия среди протестующих очень быстро прекратили эту общенациональную забастовку. Потрясенный всеми этими происходящими событиями на территории города Буэнос-Айреса, Симон Родовицкий начинает готовить свой теракт в отношении Рамона Фалькона и готовит самодельное взрывное устройство, которым он в последующем воспользуется в ноябре того же года, забросив его в машину шефа полиции Буэнос-Айреса, которого он считал виновным во всех происходящих событиях и в убийствах 1 мая. В результате этого теракта, совершенного Симоном Родовицким 14 ноября, были смертельно ранен и шеф полиции, и его секретарь. Первый умер в 2 часа дня, а второй в сумерках. Преследуемый силами безопасности, Родовицкий бежал, но ему удалось пробежать совсем немного. Он пытался покончить жизнь самоубийством всего в нескольких кварталах от того места, где он совершил этот теракт. Он выстрелил себе в грудь из револьвера, но произошла осечка. Симона доставили в больницу Фернандеса, где у него были диагностированы всего лишь легкие травмы, правого легкого, после чего его немедленно доставили в полицейский участок. Из-за отсутствия документов, удостоверяющими личность, и из-за того, что Симон отказывался говорить какие-либо данные о себе, президент Аргентины велел ввести военное положение в городе Буэнос-Айрес. На суде невозможность установить личность Симона Родовицкого изначально вызывала трудности, но вскоре он был идентифицирован по фотографиям миграционной службы Аргентины. И поскольку Симон Родовицкий взял на себя единолично всю ответственность за покушение на шефа полиции, ему изначально был затребован смертельный приговор. Речь прокурора на суде. Я должен здесь заявить, что хотя мне впервые за время осуществления своей должности предоставляется возможность требовать для преступника крайние меры наказания, я делаю это без угрызения совести и неуместных колебаний, с самым твердым осознанием выполненного долга, потому что я понимаю, что нет ничего более контрпродуктивного в социальном и правовом порядке, чем сентиментальность плохо понятной филантропии. В соображениях социальной защиты мы должны признать в лице Родовицкого неадаптируемый элемент, грозность которого прямо пропорциональна к совершенному преступлению. И это может только вызвать высочайшее отвращение к жестокости проявленного цинизма, вплоть до хвостовства этим преступлением сегодня во время заседания суда и воспоминания о нем с истинным удовольствием. Это была речь Мануэля Бельтрана на суде. Однако, предоставленные двоюродным братом Симона Родовицкого справки, которую он прислал с территории Российской империи, о фальсифицированном годе рождения Симона изменили ход суда, поскольку, согласно этим документам, Симон Родовицкий был несовершеннолетним и благодаря этому ему удалось избежать смертельного приговора. Вследствие чего ему был вынесен приговор о пожизненном заключении. Причем в этом приговоре оговаривалось, что ежегодно в дату совершенного им теракта на месяц его переводят в отдельную камеру на хлеб и воду, так, чтобы он по-своему, по-тюремному праздновал совершенный им теракт. Но не тут-то было. Изначально свое заключение Симон Родовицкий отбывал в тюрьме Буэнос-Айреса, той самой, которая находилась на территории там, где сейчас прекрасный парк Лас-Эрос. Но в этой тюрьме он пробыл недолго. Дело в том, что его сокамерники, такие же анархисты, радикалы, 6 января 1911 года совершили побег из тюрьмы. Но Родовицкий в этом побеге не участвовал. Его спасло то, что именно в этот момент, в этот день он был вызван начальнику тюрьмы, и поэтому побег состоялся без него. Сейчас это слово я зачитаю, я его никогда не смогу произнести сама. Итак, пенитенциарная служба Аргентины, напуганная этим побегом, решила, что дальше оставлять Симона Родовицкого на территории тюрьмы Буэнос-Айреса опасно. Слишком очень много людей в городе его поддерживали. Он уже был возведен чуть ли не в икону страдальца за права рабочего класса этого города. Поэтому его было решено перевести в одну из самых строгих тюрем мира на тот момент, в тюрьму в городе Ушуая, на архипелаге Огненная земля. С этой тюрьмы, как тогда считалось, сбежать было невозможно. Во-первых, она находилась практически на обледенелом острове. Архипелаг Огненная земля находится в субполярном поясе территории Аргентины. По российским нашим меркам это зона тундры, поэтому тюрьма с ее метровыми стенами стояла на обледенелой глыбе. Причем стены непосредственно строились на каменном монолите. Во всех камерах были двойные решетки, ну и служители этой тюрьмы были очень далеки от политической жизни Буэнос-Айреса, вообще всей Аргентины, поэтому мало кто из них знал, что из себя представлял Симон Родовицкий, а потому считалось, что вряд ли он сможет найти тех, кто поможет ему бежать из этой тюрьмы. А сделать это самостоятельно, то бишь выров подкоп или подпилив решетки на окнах, как я уже сказала, это сделать было невозможно. Кстати, на моем YouTube-канале вы можете найти мой репортаж из города Ушуай, и там достаточно большой эпизод я снимала именно на территории тюрьмы Ушуая и непосредственно камеру, в которой находился заключенный Симон Родовицкий. Тюрьма в городе Ушуая была построена в конце XIX века. В сознании, в народном сознании она называлась как «тюрьма на краю света», в принципе, такое она по сути является, даже сегодня Ушуая является самым южным городом в мире, то есть ближе всего расположенного к Антарктиде. Открытая эта тюрьма была в 1904 году, и если изначально она была предназначена для обычных заключенных, то в скорости из-за своей строгости она начинает переквалифицироваться для особо опасных преступников, для рецидивистов и в большей степени для политических заключенных. Именно в ней, под номером 155, Родовицкий провел 22 года своей жизни. Всего же в тюрьме Ушуая было 380 камер размерами 2 на 1,5 метра. В тюрьме Ушуая Симону Родовицкому было отказано в очень многих тех поблажках или, так может, каких-то там мероприятиях, которые разрешались остальным заключенным. Ему даже читать разрешали только Библию. Он находился в очень жестких условиях, очень часто подвергался пыткам, избиениям, но Родовицкий и тут проявлял свою активность. Он очень быстро сформировал вокруг себя группу таких же анархистов, как и он. И руководил остальными заключенными во время проведения различного рода протестов. Ну, какие протесты могут быть в тюрьме? В основном это были голодовки, это были протесты против ужасного содержания заключенных в этой тюрьме. В 1918 году пытки в отношении Родовицкого достигли апогея, когда он был изнасилован заместителем директора тюрьмы и несколькими охранниками. Реакция была немедленной, поскольку эта новость достигла и Буэнос-Айреса. Когда анархисты узнали об этом факте, в одной из Буэнос-Айровских газет была опубликована статья «Узник Ушуаи», где описывались все ужасные условия, в которых содержались заключенные в этой тюрьме. Эта публикация вызвала большие потрясения в городе, и сам президент Аргентины, президент Ипполит Эрегойн, назначил проверки в этой тюрьме, чтобы узнать, в каких же на самом деле условиях содержатся заключенные в тюрьме на краю света. В ходе этой проверки трое охранников были отстранены от работы. Но на этом события не заканчиваются. Потрясенные теми событиями, которые происходили в тюрьме, анархисты начинают готовить побег Симона Родовицкого из этой страшной тюрьмы. 7 ноября 1918 года побег Родовицкого из тюрьмы Ушуая удалось совершить благодаря помощи и поддержке чилийских анархистов. И это был единственный за всю историю тюрьмы в Ушуая совершенный побег. И его совершил российский эмигрант Симон Родовицкий. Подельники арендовали большую лодку под далматинским флагом в чилийском городе Пунта-Аренес и согласовали свои действия непосредственно с Симоном Родовицким. Симон, работавший в тюремной мастерской, получил костюм охранника и рано утром покинул тюрьму. Он воспользовался тем фактом, что в день в тюрьме, в тюрьму Ушуая прибыла новая группа охранников, которую, соответственно, еще практически никто не знал в лицо. И, воспользовавшись моментом смены среди охранников, он одевает форму и сбегает. На берегу канала Бигаль он находит подготовленную для него лодку и отправляется в побег. Первоначально план заключался в том, чтобы Симон высадился в каком-нибудь укромном месте с едой и посудой и провел там энное количество дней, пока не утихнут поиски пропавшего узника. Но Симон Родовицкий сам вносит изменения в планы своего побега и решает, что в большом городке Пунта-Аренас ему будет легче спрятаться среди населения от полицейских. Это его и сгубило. Нужно все-таки было придерживаться изначального плана. После четырех дней навигации по каналу Бигаль, уже у чилийских берегов, шхуна была взята на абордаж кораблями военно-морского флота Чили, так как они уже были оповещены о побеге на территории Аргентины. Но Родовицкому и тут удалось сбежать и скрыться вплавь. Но задержаны были его сотоварищи, отправлены в полицейский участок, где они были допрошены. И во время этого допроса один из членов этой шхуны не сдержался и рассказал, на каком именно берегу, в каком месте нужно было искать беглеца. Через несколько часов Симона схватили, отправили изначально его на плавающую тюрьму, а после этого отправили в тюрьму в городе Ушуае, уже непосредственно на территории Аргентины. Наказание за побег не заставило себя долго ждать. Его на два года отправили в одиночную камеру с половиной положенного заключенным рациона. В последующие годы его фигура приобретает символическое значение в протестах рабочих анархистов. По всему миру развернули международные кампании с требованиями освобождения Симона. По всей Аргентине увеличилось количество граффити с требованием помиловать Родовицкого. В оппозиционных газетах писали о невыносимых условиях содержания заключенных в тюрьме в городе Ушуае. Однажды в канале Бигль произошло кораблекрушение судна «Монте-Сервантес», в результате которого много жителей Буэнос-Айреса оказались изолированными в Ушуае. Воспользовавшись этим моментом, редактор газеты «Критика» отправил одного из своего корреспондентов в Ушуае, чтобы он взял интервью у Симона Родовицкого. Публикация этого интервью имела оглушительный успех не только в Буэнос-Айресе, но и, пожалуй, во всем мире, что и заставило привлечь внимание всех политических лидеров мира к тому, что происходило на краю Земли, на архипелаге Огненная Земля. 14 апреля 1930 года президент Аргентины Ипполита Иригоин, тот самый, который 14 годами ранее, во время своих первых президентских выборов, обещал делегации от анархистов помиловать Симона Родовицкого, с опозданием в полтора десятка лет наконец-то сдержал свое слово и помиловал его. Но это помилование было с оговоркой. В этом же самом документе писалось, что заканчивается его срок тюремного заключения, но за это Симон Родовицкий обязан покинуть территорию Аргентины. Ровно через месяц, 14 мая, Симона Родовицкого доставляют в порт Буэнос-Айреса. Но за то время, которое он пребывал в тюрьме, Симон Родовицкий потерял все свои документы. У него абсолютно не было никаких средств совершить ту самую депортацию, то есть отправиться хотя бы в соседний Уругвай, поэтому еще на некоторое время он задерживается в Буэнос-Айресе. Помощь уругвайских анархистов наконец-то помогает ему преодолеть все эти бюрократические препоны и высадиться на берег Уругвая. Одно из первых писем, которое Родовицкий написал за пределами тюрьмы, было поэтессе Сальвадоре Медине Унруби, которая была женой создателя газеты «Критика» и которая после убийства Фалькона пыталась освободить Родовицкого, отправившись сначала к президенту Ри Гойну, а затем, не получив от него помощи, способствовала его побегу и последующему помилованию. Кстати, газета «Критика» это была как раз та самая газета, которая отправила своего журналиста в Ушуае, чтобы взять интервью у Симона Родовицкого. Все это было сделано той самой из Сальвадоры. Посмотрите на фотографию, какая красавица. Как дальше складывалась судьба Симона Родовицкого, единственного заключенного, которому удалось проникнуть сквозь стены одной из самых грозных, самых страшных тюрем в мире? Симон Родовицкий всю свою оставшуюся, в принципе, достаточно долгую жизнь продолжал борьбу за справедливость. За времена пребывания в тюрьмах он осознал, что же такое на самом деле анархизм и окреп, очень сильно окреп интеллектуально. Поэтому, выйдя на свободу, он полностью посвятил себя тем самым идеалам, к которым он верил. В Ругвай Симон Родовицкий провел несколько лет, выздоравливая от туберкулеза, которым он заболел в холодных камерах тюрьмы на территории Ушаи. И все это время он подготавливал свое возвращение на родину, но в данном случае уже не на территорию Российской империи, а в Советский Союз. Правда, совершить ему это не удалось. 7 декабря 1934 года правительство Уругвая пытается депортировать Симона Родовицкого из страны, ссылаясь на закон о нежелательных иммигрантах на территории страны. Тут вмешивается анархическая партия Уругвая, но в результате чего депортация была сменена на то, что его отправляют в тюрьму на острове Флорес, уже на территорию Уругвая. Но благодаря вмешательству адвокатов вскоре приговор был сменен на домашний арест. С началом гражданской войны в Испании наш герой решил присоединиться к интернациональным бригадам и отправляется в Испанию. Там он вступает в 28-ю дивизию Арагонского фронта. Арагон – это тоже достаточно холодная в зимнее время часть Испании. Из-за того, что Симон Родовицкий после 25 лет пребывания в тюрьмах страдал все еще туберкулезом, на фронте и на передовой он пробыл недолго. И сотоварищи вскоре его отправляют работать в штаб в солнечный город Валенсия. После того, как республиканцы были подавлены и к власти в Испании приходит Франко, Симон Родовицкий опять отправляется в побег. Через Пиренеи он отправляется на территорию Франции. И уже из Франции через океан он снова возвращается в Латинскую Америку. На этот раз уже его ждала Мексика, непосредственно столица Мексики – Мехико. В это время в Мехико консулом Уругвая работал поэт Анхель Фалько, который и предоставил Симону Родовицкому работу в дипломатической миссии. Симон редактировал журналы и работал на фабрике, где он шил игрушки. Это происходило вплоть до 4 марта 1954 года, где прямо на рабочем месте Симон и скончался от сердечного приступа. Останки Симона Родовицкого покоятся в испанском пантеоне на территории Мексики. Его эпитафия гласит. Здесь покоится человек, который всю свою жизнь боролся за свободу и социалистическую справедливость. В 2018 году на знаменитом кладбище Риколета в центре города Буэнос-Айреса последователи русского анархиста решили устроить взрыв мавзолея, в котором захоронен полковник Рамон Фалькон. Но взрывное устройство взорвалось в руках преступников. Кстати, эти преступники были направлены в тот же самый госпиталь Фернандес, куда и сто лет ранее, после теракта, отправили Симона Родовицкого. Это был мой первый полноценный выпуск с историческим экскурсом. Пишите вон там вот в комментариях, нравится ли вам такие выпуски, продолжать ли вам рассказывать какие-то факты, интересные факты из истории Аргентины. Пишите, о каких именно событиях в истории Аргентины вы хотели бы узнать. Ну а у меня на этом сегодня все. Не забывайте поставить свой лайк, вам несложно, мне приятно. Это помогает моему каналу. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. С вами была ваша Елена Вивас. С вами была ваша Елена Вивас.